10 мая 2020 девочка пишет в комментариях что я думаю по поводу наступления россиян в Харькове но блин я два дня назад только по поводу там три кита дезинформации писал что не обращайте вы внимание на эти цепсочные вбросы по поводу Харьков в мешок наступление через Сумскую область захватить окружить Харьков они не смогли это сделать даже в двадцать втором году ну пытается что-то сделать пускай пытаются больше мы их положим я вижу мне сейчас хлопец показывает что они там градами работают вы понимаете грады в нынешней войне я этому пацану говорю грады в нынешней войне они практически бесполезны на поле боя потому что мы сейчас нету такой линии фронта как сплошные окопы сплошные редуты есть опорники работать по опорникам градами это бесполезно работать против кого квадрокоптерщика вы будете работать который основной урон техники сейчас наносит то есть это по военным вам объясняю конечно это только против гражданских вы гражданский человек если вы близко до Харькова 26 километров границы с Российской Федерацией конечно это очень близко но никаких окружений никаких мешков ничего этого не будет не переживайте там 92 бригада рядом я в 92 бригаде был четырнадцатом пятнадцатом году это одна из самых боевых бригад я не знаю извините за тавтоловье в бою сейчас о чем вы говорите какие мешки какие окружения гражданским надо беречься орки они не могут ничего сделать с военными вы понимаете они вот поэтому лупят в основном по гражданским каким-то структурам и по всему остальному я думаю что на третьем году войны вы уже знаете в конце концов я на северной сказал так и был в феврале-марте 22 года с семьей лупили минометами то есть там восемьдесят вторыми вообще то есть это стрелковые бои под балконами шли сейчас такого ничего не будет конечно прилетать будет до конца войны к сожалению потому что в таком месте на располагается Харьков пока мы там может до Белгорода не дойдем но никаких мешков никаких окружений пожжут там ребят пожгут там ребята какое-то количество этой расистской техники никаких если они не смогли это сделать двадцать втором году когда мы были совершенно не готовы не в смысле вооружения не в смысле там моральном да потому что сейчас по моему совершенно очевидно я не знаю как вас еще убедить но это мое мнение конечно и вообще люди склонны паниковать и может быть даже я же говорю на сегодня только видео записывал что эволюционно так человек расположен что выживали те кто предпочитал перед здесь чем не да здесь то есть увидим в темноте что-то там предки наши первобытные увидев темноте что-то страшное один сбегал думаю что это тигра второй сидел думаю что это глаза не глаза тигра светлячок какой-то там ну конечно кого если это оказывался не светлячок а тигра конечно он погибал и не давал потомство так что одну я не могу вам советовать вы там уже больше меня находитесь под харьков да я уже до третий год мобилизован я тут уже я в харькове не было уже три года внутри а третий год харьков не окружат никаких мешков не будет не переживайте то что ну я поймала вам страшно принимайте какие-то меры подвала и так далее если вы там живете стрелечь и там липцы ну конечно если вы на самой границе но это это ужасно старайтесь мира переехать потому что мы это совсем близко к фронту там это разговора нескольких километров вас просто и наши будут туда лупить и те будут туда прорываться так что как бы если вы совсем на месте сражений то конечно уезжайте ну а так не переживайте как у харьков они работе на вот здесь не могут год уже понимаете год там посмотрите эти видео наши пацаны ходят снимают горы этих трупов на мотоциклах нас штурму харьков харьков не возьмут в мешок до запомнили это мое мнение такое никакого там прорыва в никаких существенных вклинений не будет перебьют там то что у них осталось от техники да и все не парам это из себя до украины